Куй пока горячо. Для Александра Горбатого кузнеца по профессии это не просто пословица, а принцип работы. Чтобы изделие получилось высокого качества, осаживать его можно всего несколько раз, пока не остыло. А занимается Александр реконструкцией исконно русских ножей. Как только возник вопрос о том, какой он на самом деле русский-то нож, национальных ножей большое множество и о ножах других стран известно очень много, о русском ноже практически нет информации. И такие скани меня привели в археологическую экспедицию. На раскоп Александр Горбатов, выпускник Палехского художественного училища, поехал вместе с Шуйской археологической экспедицией. Так появилось желание попробовать делать древнерусские ножи самому. Это своего рода экспериментальная археология. Саша Горбатов, он улегся после экспедиции, улегся ковкой металла. Вот он по материалам раскопок исследовал ножи. И понял, что они сделаны, так, трехслойная ковка. Вот он точно такие же ножи сам сделал, делал ручки. Вот они у нас внутри тоже есть. По находкам, сделанным на территории области и историческим документам, Александр выяснил, какими были первые русские ножи, как менялся из века в век их внешний вид и принцип изготовления. В начале, то есть, от традиционных дейковских ножей сохранялась форма. Это отсутствие уступа у клинка с верхней части, где об ушок клинка переходил плавно хвостовик, вот, и был такой горбик на клиночке. Очень схожий, ну, у дейковских ножей горбик был очень ярко выражен. И параллельно ходил второй тип серповидных ножей. Вот, и вот эта форма горбатых ножей, она перешла на, собственно, ну, отражается максимально в формах финских ножей. Есть образец с памятников Ивановской области, кремниевой, то есть, с каменного века, ровно такой же формы. То есть, это прямая традиция. Последняя работа кузнеца – традиционный японский в мече в Акидзасе. На его изготовление ушло полгода. Клинок выполнен по технологии низкотемпературной механической обработки. То есть, заготовку разогревали до 760 градусов и осаживали 135 раз. Если вот взять кузнецов, которые работают по художественной ковке, и показать, как я работаю, они бы, наверное, покрутили пальцем. Выискаем, было бы абсолютно непонятно, почему так. Но именно таким образом можно добиться высокого качества. И следующий момент – это остробойковая ковка. То есть, у меня весь инструмент, которым я работаю, он имеет остренький баек. То есть, я не работаю плоскостью. Промышленная ковка – это плоскость. И ручная ковка тоже в современном понимании – это плоский баек у молотка, а плоская наковальня. Разогревать металл лучше всего на древесных углях, так как в них низкое содержание серы, которое вызывает преждевременное ржавение стали. Сейчас Александр знает все детали и нюансы до мелочей. А в начале пути было много проб и ошибок. Тем более, что изготовление самих ножей было под запретом. Где-то в начале 2000-х люди легализовались и была проведена первая выставка. Я ездил смотреть. И, в общем-то, иногда общался с мастерами. Поэтому вот на этой волне подъема, собственно, меня как-то и захватило, и увлекло. Вот, информации было мало, но она уже была. То есть, можно было ее найти, посмотреть, пообщаться, было у кого спросить. И начинал я вообще с самого примитива. Ну, самые-самые первые работы я делал. Первые попытки были сделаны в печи в бане. Около 10 лет потребовалось Александру, чтобы понять принцип и характер процесса. Набить руку. От полной реконструкции кожаных мехов и горна по археологическим эскизам Палешанин со временем отказался. Но сохранил главные принципы, которые работают на качество будущего клинка. Теперь Александру помогает сын Арсений. Вместе они изготавливают ключи. Вот, работа с молодобойцем. То есть, я указываю, а он бьет туда, куда я указываю. Арсений, несмотря на то, что ему всего 5 лет, уже имеет свой нож. Эскиз отец и сын делали вместе. У Арсения давно было желание иметь свой нож. Ему очень нравились шведские ножи с красными рукоятями. Но я его уговорил, или он меня уговорил, сделать самим детский нож. Традиционный русский нож. Это традиционная русская финка. Она полностью отражает русскую ножевую традицию конца 19-го, начала 20-го века. На клинке два крема. Ну, оба мои, но одно оставил он. Потому что ковали мы вместе. Своим достижением полишанин Александр Горбатов считает полную реконструкцию кольчужного плетения. 50% колец были сварные, сварка кузнечной, кузнечной сваркой соединены. А 50% клепанные. Довольно-таки непросто вот такие небольшие толщины проволоки сварить внахлёст, не пережечь и выполнить чётко, прочно кузнечный шов. По словам Александра, индустриальная эпоха увела мастеров в сторону от возможности достигать высот в клинковом искусстве. Не все современные кузнецы признают, что много веков назад этот процесс был гораздо дольше и сложнее.